В Хакасии введенный режим ЧС по другому направлению из-за угрозы паводка. Под угрозой оказались населенные пункты в Таштыбском районе и город Абаза. Там уже подтоплено полсотни дачных участков. Бороться со стихией решено по-военному. Для устранения ледового затора на участке реки Абакан произведены дополнительные взрывы. С подробностями Константин Кравцов. Ровно в 10 утра подрывники начинают операцию под Абазой. Главная задача максимально быстро справиться с затором, который грозит обернуться для небольшого шахтерского городка большими неприятностями. Раздаются взрывы и спасатели сразу же устанавливают новые заряды. Одна из главных причин сезонных бедствий – ледовые заторы. Дело в том, что Абаза и дачи горожан расположены в пойменной части реки Абакан. Подтопление для этих мест – история традиционная. Ожидаем в ближайшее время потепления в республике и подъема уровня воды, который будет нам обеспечивать как раз и сдвиг этих ледовых масс. Сейчас проводим работы по разрушению головы ледового затора. Наша основная задача – не сорвать этот сейчас затор, а максимально ослабить тот замок, который сформировался. Дачное общество «Лесник» 11 апреля 2020 года. Павадок. Вода временно отступила, но уже успела подтопить полцотни дачных участков под Абазой. Сейчас на въезде в садовое общество дежурят полицейские. Проход для людей на время проведения взрывных работ закрыт. Такое подтопление здесь – явление ежегодное. Дополнительно сейчас просматриваются вопросы укрепления, возможно, дамбы. Это будет узкое тогда уязвимое место. Хакасия сегодня в режиме особой готовности. Режимы ЧАЭС введены пока в Абазе и Таштыбском районе по соседству. Именно на этих участках река Абакан особенно коварна. У нас идёт в три этапа. Как раз таяние снегов. Первый – проход ледохода. Второй этап – это таяние борных, так сказать, таёжных снегов. И спуск именно в основное русло. И коренная вода – это у нас июнь месяц. Вот у нас самый пик подъёма воды – это июнь месяц. Практика прошлых лет показала – благополучное прохождение паводка во многом зависит от профессионализма экстренных служб. Константин Кравцов, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия.